С тем, что впервые в истории депутатов областного совета был создан депутатский фонд. Каждому депутату порядка 700 тысяч гривен было выделено на инфраструктурные проекты, на его округе, либо по его желанию. Так, депутаты областного совета были написаны запросы, согласованные с местной областью, с городским головой, о выделении более 6 миллионов гривен в город Мелитополь. В приоритете у депутатов областного совета были такие проекты, как размещение детских площадок, это более 20 детских площадок появится в городе Мелитополь, реконструкция парка имени Горького. Депутатами Демьяненко и депутатом Романовым были выделены денежные средства на закупку искусственного водоема в парке имени Горького и на реконструкцию зоуголка на поляне Сказок. Депутатом Кюрчевым Владимиром Николаевичем были направлены денежные средства на замену всех окон в подъездах в дробях, это его избирательный округ, по улице 50-летия Победы, также на приобретение компьютерных классов в 14-й и 4-й школе. Мной был написан запрос на направление всех денежных средств, всех 700 тысяч на реконструкцию сквера Бревлагоярд, который находится на пересечении 30-летия Победы, и сквера Бревлагоярд. Также депутаты областного совета выступили с ассоциативой приобретения более 5 мультимедийных комплексов в разные школы города. Также одно из значимых событий, которое прошло на вчерашней сессии областного совета, это выделение денежных средств более 30 миллионов гривен на приобретение магнитно-резонансного томографа. Много пришло дискуссии по поводу приобретения самого томографа, по поводу стоимости, которую сумма выделяется на данную закупку, и по поводу месторасположения. Приобретения не завершились по поводу месторасположения томографа, либо он будет располагаться в отдельном стоящем здании психиатрической больницы, которая находится в районе областной больницы, либо это будет какое-то другое месторасположение. Поэтому было принято вчера протокольное решение сессии областного совета о создании специальной депутатской комиссии, которая определит непосредственно место расположения вновь закупленного магнитно-резонансного томографа. Но все депутаты сошлись в том, что данное оборудование диагностическое необходимо для Запорожской области. Аналогов данного оборудования на сегодняшний день бюджетных не существует в Запорожской области. Поэтому, дабы начать процедуру закупки через систему позора, денежные средства были введены на сессии уже вчера, и теперь будет проходить процедура закупки. И параллельно депутатская комиссия будет работать над определением места расположения данного магнитно-резонансного томографа. Также уходящая неделя ознаменовалась для нас тем, что на заседании Кабинета министров было принято и проголосовано выделение денежных средств из Государственного фонда регионального развития более 2,5 миллионов на завершение реконструкции наших очистных сооружений в селе Новом. Это те работы, которые были начаты в прошлом году. Я надеюсь, что в этом году будут завершены.